Первую призывную комиссию провели сегодня в военкомате. На нее явилось 10 человек. Кто из призывников останется дома, а кто уже совсем скоро наденет форму и возьмет в руки автомат, узнал Никита Нехорошков. В коридоре военкомата тихо. Молодые люди волнуются, как перед экзаменом. 19-летний Антон Тафафеев в кабинет призывной комиссии заходит первым. У него не лучшее зрение, но служить в армии хочет. Мечтает после службы работать в полиции. Поэтому на вопрос военкома, готов ли служить родине, отвечает моментально. Так точно. Тафафеева Антона Юрьевича призвать на военную службу, предназначить сухопутные войска. Весенняя призывная кампания началась в Первоуральске. Сегодня решения принимают по первым девяти призывникам. Здесь своего рода конкурс. Например, сегодня только два призывника получили категорию А. Годен, без ограничений. Они могут рассчитывать на престижные виды войск. Кто-то с категории А, тех мы рассматриваем более, как говорится, как военно-морской флот, воздушно-десантные войска, другие там, будем так говорить, разведка и все остальное. У кого есть незначительные ограничения, те, соответственно, по другим видам и родам войск. В планах военкомата в весенний призыв отправить служить 167 призывников. Их отберут из 800 первоуральцев в возрасте от 18 до 27 лет. Остальные будут дожидаться осеннего призыва. По словам медиков, на сегодняшний день негоден к службе в армии примерно каждый третий призывник. Ну, в основном это психические расстройства по городу Первоуральску, ну, в принципе, и по области. Также это занимает первое место. На втором месте по Первоуральску у нас это костно-мышечная система. И на третьем месте основные заболевания, ну, это заболевания сердечно-сосудистой системы. О том, что скоро уйдет в армию, Антон в первую очередь сообщил своей девушке Юлии. Вторая половина хоть и расстроилась, но поддержала будущего солдата и обещает дождаться. Я тебя буду ждать, ты там справишься. Я в тебя верю. Спасибо. Я тоже верю в себя. Военкомат молодых людей сейчас будут вызывать каждый день по 10 человек. Первая отправка в вооруженные силы запланирована после 20 апреля. Никита Нехорошков и Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.